Мир стремительно меняется. Абхазия, прошедшая войну и прожившая 26 мирных лет, не стоит в стороне от мировых процессов. Однако и у нас чувствуются изменения, коснувшиеся непосредственно нашего менталитета, поведения в обществе, обычаев и традиций. Произошел некоторый дисбаланс восприятия мира. Зацикленность некоторой части общества на политике привела к неудовлетворенности, разочарованию, депрессии. Такие отрезки времени периодически возникали в истории Абхазии. И потому кто, как не историки, могут рассказать нам, как же справлялись с аналогичной ситуацией другие народы. Для хорошего дела, понимаешь, я просто приведу один пример. Вот сейчас мы начали говорить, который я тебе, по-моему, рассказывал. Вот представьте, конец XIX века Японии. Японский император издал приказ. Америка тогда поднялась, на ноги крепко встала. По американскому образцу начали строить здания, вокзалы, дороги. Капитализм страшно поднялся. И все студенты обязаны были изучать английский язык в Японии. Страна того обнищала, в духовном плане, что самураи начали работать кондукторами в трамваях. Представь себе, до чего дошло. Люди, которые на голову, как говорится, птичку не сажали. И приехал итальянец. Он в Америке получил образование. Очень продвинутый человек во всех отношениях. Гениальный. Фенелоза. Его звали преподавать английский язык. 27 лет человеку. 27 лет, подчеркиваю. Он в совершенстве изучил в течение чуть ли не нескольких месяцев японский язык, их культуру. Потом китайский изучил. И в течение года он уже в совершенстве владел этими языками. И культура их. А интеллигенция у них в самом таком тяжелом, ужасном положении находится. Буквально питаться нечем. Не то, что нести культуру. Он их собрал, художников, поэтов, графиков и так далее. И говорит, что же вы здесь, зачем вам эта американская, английская культура и так далее. У вас все есть, посмотрите в себя. Посмотрите, какой у вас театр был. Это, это. И он пробил им, понимаешь? Карму пробил. Возродил дух. И тихо-тихо они повернулись лицом к себе. Потом они же исповедуют в основном синтаизм. То есть он очень похож на абхазскую культуру. Поклонение природы. Старший, младший. Да когда смотришь, когда читал этикеты, вот их этикеты, думаешь, что они с Кавказа, что ли, это собирали. Ну, действительно такая культура. И духовно народ начал возрождаться. Потому что он начал к своим истокам вернуться. Император, император вручая высшую награду ему, заявил следующее, говорит. Вы тот человек, который повернули мой народ лицом к себе. Вот что ему нужно. И когда он умер в Англии, он послал за ним броненосец. И вот тело доставили в Японию, похоронили. Поставили бронзовый памятник в окружении Сакур. Видишь, он стоит. Вот элементарная вещь. Она сложная, конечно, вещь. Так, я просто говорю. Но то, что нужно нашему народу. Нужно посмотреть на себя. У нас, я всегда говорю, все есть у нас. Все. Не потому, что мы там такие хо-хо-хо. Просто это все разбросано. По мнению Руслана, как и сто лет назад, наше общество нуждается в получении широкого образования, в изучении собственной истории. Надо растить профессионалов в каждой области. Любому человеку, пускай никто не обижается, вот пять-шесть элементарных вопросов задать по истории, культуре и традициям абхазов, из пяти может, из пяти вопросов на один вопрос с трудом ответит. А это самые элементарные вопросы можно задать. Это уже наша вина, что мы не можем это преподнести, понимаете. Есть такое хорошее выражение абхазское, но элементарное. Худр, познай самого себя. Это вот куда ни пойдешь, и в античной Греции, и в средние века, и в древневосточной культуре. Там везде это встречается. Прежде чем познай себя, кто я есть. А ты есть, я так условно говорю, твой отец и мать, их родители, племянники, их прародители, их прародители, корниши идут глубоко. А культура как создавалась? Откуда идет такой поведенческий этикет? Безукоризненно красивые дворы, вежливость. Почему она теряется здесь? Потому что на нас действует массовая культура. Массовая культура. Это обыкновенная массовая городская уличная культура. Это не только наша болезнь. Болезнь всех народов. Посмотрите на огромную Россию. Я читал и встречался с людьми, разговаривал. Что сейчас чуть-чуть начинает возрождаться именно русская культура. Понимаешь, традиционная русская культура. Она забита. 19 век, ну все знаете, хорошо, хорошо, значит, лучше нас. Хоть на 5-6% на их уровне есть сегодня писатели. Отвечу, нет. Прекрасно знаю, что нет. Там говорят, называют разные имена. Айгваргиазм. Близко нет. Почему? Потому что они вышли из своей чистой среды. Понимаешь? Много было противоречий в то время. И вот на этих противоречиях они создали свои гениальные, бессмертные произведения. Прямо скажу. Тостоевский, Пушкин, Толстой, Коголь, Тютчев. Десятки имен. Понимаешь? Лермонтов, великий, гениальный. 27 лет было, когда погиб. Представляешь? А еще раз скажу. А Пушкина, ну, Пушкина мы все очень любим. Только Пушкина. Дело не в этом. Пушкин никогда Пушкиным не стал бы, если бы не было Арины Родионовны. Она ему привела любовь к живому языку, народному творчеству. Почему язык Пушкина? Почему говорят? Сочетание его культуры, то, что он получил образование, и сочетание народного живого русского языка. То, что он взял у нянь. Он дома никогда бы не получил. Редактор субтитров А.Семкин Есть такое абхазское слово, которое я очень люблю. Многие его не понимают. Он понимает, но это агни-йога, агублыра. Вот если в тебе заговорит кровь, то есть гены заработают, ащат-шавер, гублыра-овар, то есть у тебя любовь, появится сердечная любовь. Ахдыра-ор. Вот я перечисляю абхазские поэты, это мировые постулаты. То есть великое самосознание проявится. Охпату-зак-удзар. Если ты начнешь уважать себя, вот что нужно, больше ничего. А это уже остальное все производный. Был такой Бейбулат Таймиев в XVIII веке, чеченский известный общественный деятель, воин. Его весь Кавказ уважал. Не только он и в Персии бывал, и в Турции с царским двором встречался. Это дело не в этом. Его спросили, почему тебя все так уважают? Он очень просто и гениально ответил. Я с уважением относился к своей второй половине. Это заметили соседи. Начали меня уважать. Заметила вся община. Тоже начали уважать. Потом округ, потом Чечня, потом соседние народы. Вот так я через уважение Хпатокса, называется Павхаз, все начали относиться ко мне с богом. Хотя он был суровый, очень воин во всех отношениях. Надо нести свою банану. Нужно, вот я смотрю иногда вот наши вот там мультики, все. Ну как сказать по-абхазски, по-русски, на русском языке. С все одноклазом, понимаешь? Вот даже тот человек, который, ну ты знаешь у меня, где только я не жил, но я хочу свое почувствовать. Свою не чувствую. А когда открываю абхазские тексты, слава богу, их издали довольно много, вижу там, там родаки хочешь, там и Де Камерон хочешь, и анекдоты, и Геройка, и все жанры показаны. Но я преклоняюсь перед ученым. Но дальнейшее должно уже нести специалисты, чтобы это преподвестили всему народу. Вот такой случай очень простой, но хочу, что очень самый проэлементарный случай, мне рассказывал Царство Небесное Вадим Иковлев, говорит, в Башкирии, когда он был, после нашей войны представитель. И там что-то абхазцы, абхазцы, спор пошел. И один башкир, профессор, с характером, так идите сюда, говорит, ну те, которые там, что-то говорили. Теперь слушайте меня внимательно, говорит. В мире, говорит, не так много народов, которые имеют эпос, а тот народ, о котором, вы говорите, абхазцы, имеет два эпоса. И он сказал, народский эпос, образованный человек был. Вот почему я это сказал, образование. Образование мы все имеем, понимаешь, но широкая образованность. Смотреть, видеть не то, что вот мы видим, а то, что не видим, вот охотник, у него же почему, он даже он заранее чувствует, где здесь находится, хотя его не видит, потому что он включает свою энергетику внутреннюю. Вот так и каждый человек должен включать внутреннюю энергетику. Как это абхазцы говорят, нет больших, малых, есть народ, понимаешь? Народ что объединяет? Культура. А культура что такое? Человек, познавший глубокую культуру, он самый свободный человек в мире и непобедим. Это я отвечаю. Абхазы – один из древнейших народов мира, имеющий уникальную, ни на кого не похожую культуру, традиции и обычаи, считает историк Руслан Гошба. Так мой друг говорит, хорошо подумать, где мы живем. Какой уголок благодатный? Да, говорят. Дальше. Кто кроме абхазцев говорит «гайшхэй», то есть абхазия в понятии горы и моря. Ни один народ вокруг Черного моря это понятие не имеет, значит они пришельцы там явно. Понятно. Эту землю они несколько тысяч лет обороняют, она вся пропитана кровью наших предков. Они до сегодняшнего дня сохранили. Если вы это поймете, то с еще большим рвением и настойчивостью будете сохранять свое лицо, свой этнос, свою культуру и свою родную абхазию. Элементарная, правильная вещь вроде, но это же глубоко. Мы все выросли, ты знаешь, там в Гудаутах, я в скворчиле, в Гудаутах, где только я не был. Дело не в этом. Вот сейчас, извиняюсь, конечно, рябсу, рапсу, рахот. Ты в детстве много раз это слово слышала? Я мало слышал, почти очень редко. Вообще. Ну один, два, три раза, дело не в этом. Но как эти люди себя вели? Знаешь, если говорить 100 раз, Акала Циондос, понимаешь, вот как быть и близкими, и на них похожими, понимаешь? Вот они несли себя, и мужчины, и женщины, пожилые, цара, рыма, рыма, дело не в этом. Потому что они выросли на абхазской культуре. Вот элементарная вещь, я тебе скажу, это, товарищ, ну, как это, ашки хора, понимаешь, вот, то есть, ну, донос, условно, скажем. Бабхавский ашки хора, ты понимаешь? Ашки плохо, это нельзя делать, вот, даже язык запрещает эти вещи делать, понимаешь? И когда вот в этику, эстетику языка войдешь нашего, мы с тобой говорили насчет угуяна, угу-блыра, угуамца, ну, и так далее. У нас же сердечная карма работает. Это не мы с тобой придумали, это придумали наши великие предки. Вот девочка наша тут губа, она мне объяснила, я не знал, честно говорю, ну, давно хотел, чтобы танцами нашими конкретно занимался. В мире, оказывается, 27-28 механических движений, танцев. У всех народов соберешь совокупно, больше нет. У наших народов четыре, оказывается, это очень много. Просто это не изучи. Ты представляешь, какая дальше песня? Позднее, еще в сороковых годах писал, что это единственный народ, который сохранил древнее архаичное пение, лады древние, понимаешь? Вот когда вот так просто преподнесешь, покажешь пример, человек, он схватит сердцем, а не головой. Голова всегда, кстати, иногда и мешает, это все мы по жизни не знаем. К сожалению, вот то, что я до этого говорил, вот, ну, сейчас просто приходит на ум, вот, безукварино, безукварино, чисто абхазские дворы, это первое впечатление, вот, когда я в детстве. Вот эту культуру мы с вами не смогли преподнести пока. Потом это нужно не через запреты действовать, надо вот непосредственно говорить, и нужно воспитывать. Молодежь уже поднимает. Вот самый элементарный пример сейчас я вспомнил, вот вчера тоже были у меня гости, ну, абхазы из Турции, взрослые. Я вот это сейчас пример, который расскажу. Они говорят, а можно сфотографировать? Ну, сфотографировали. Я говорю, вот абхазия, говорю, из 35-20 союзных, автономных, 15 союзных республик получила орден Ленина, первая, в 1936 году, в общем, и представитель ЦИК СССР Петровский приехал вручать орден Ленина Лакоба. Лакоба тоже представитель ЦИК. Вот слова Петровского, которые почему-то вот, что он сказал тогда. Потом в Лыхнах, там до 20 тысяч очевидцев рассказывали нам скачки, торжество было, в общем, ну, потом, что было, то было, вы знаете. Дело не в этом. Он говорит, за 15 лет, подчеркиваю, Абхазия, благодаря руководству Нестора Павловича Лакоба, ну, в экономическом, политическом отношении он поднялась очень высоко, поблагодарил, все, тепло. Много ведь хочу подчеркнуть, особенно еще одну вещь. Вот за эти 15 лет, благодаря вашему, говорит, руководителю, нашему, вашему руководителю Нестору Лакоба, было воспитано столько кадров, которые обеспечит не только Абхазию, не только Грузию, но и все за Кавказь. Это за 15 лет. Ну, и тогда те люди, наши, так скажем, недруги, они спохватились, и фактически элита была истреблена. Но все же можно делать, восстановить. Люди же остались, иначе победы не было, если вот тот дух не остался, а с тех времен. Еще я хочу сказать, что вот Нестор говорил, это Джонус Мэр, его отец рассказывал, смырчить Мустафа, он учился же в Москве тогда. Ну, все знают, по крайней мере, что Лакоба приезжал всегда, когда в Москву приезжал, он проверял, как учится молодежь, по деканатам проходил все, потом собирал всех, финансово помогал, экономически и так далее. И вот в один год где-то, 34-35 год вот так, да, 35-й год он собрал всех, человек там около ста, и сказал на Абхазском, говорит, знает, проверят, как они учатся, учитесь, вы хорошо, говорит, все нормально. Позапрошлом году вернулись уже, в прошлом году вернулись, в этом году тоже прибудут новые, говорит, образованные люди нам в Абхазию. Я это все вижу, говорит, прекрасно. Но, как я понимаю, говорит, надо еще создать в Абхазии, говорит, что нам всем не хватает, и вам в особенности, говорит, молодые, Академию Абсура, говорит, то есть философо-этическое учение Абхазов. И для этого, говорит, я досглавлю, ну, соберу, говорит, наших лучших знатоков этикета, если не хватит, говорит, их, я из Турции приглашу, Абхазов я там видел. Он же там находился несколько, 4-5 месяцев. Оттуда тоже есть, говорит, дорога, есть дорога, мы их можем пригласить. Учитесь, говорит, Абхазия ждет вас. Вот его слова. Вот забота от лидера Абхазии называется в прямом смысле слова. Необходима хрестоматия по истории Абхазии. По всем периодам. Это насколько облегчит работу и школьников, и студентов, и преподавателей в первую очередь. Потому что когда читаешь вот так, вот так читаешь, смотришь, ну, ссылка это все. А когда ты конкретно еще чуть немножко комментарии дашь, тысячу раз облегчай работу. Я встречал вот там, ну, в рассветы, испокон веков, как они уже на ноги встали, с 19 века, везде, ну, хрестоматия не издают. Но надо, ты не представляешь, как они легко читаются. Даже популярно пишут, понимаешь? А потом тексты, приводки и так далее. А у нас, начиная с Геродота, ну, материал есть, я знаю, живой материал есть, прекрасный материал. Чуть-чуть нужно его там, как говорится, прокомментировать или шлифануть, дело не в этом. И так везде нужно, понимаешь? В отношении языка, я тебе говорю, еще, это элементарный вещь. Ухацки, Сувейру, нужно победить себя, ну, Блородоркурук. То есть они должны поймать не головой, а сердцем любовь. Все. Больше ничего не надо. И, ну, естественно, любой язык, надо стараться не стесняться, больше говорить. Говорить надо, и все. Сейчас, ну, мы знаем там один-два-три языка, два-три. Но дело не в этом. Ты все равно знаешь, что в совершенстве ты любой язык, ну, невозможно охватить. Тот же русский, тот же английский, тот же абхазский. Такие слова выскакивают. Адекватов нет других языков, параллельно, понимаешь? Потом, в чем проблема? У нас же совершенно другой строй построения речи и глагол другой. А когда пытаешься перевести его на другой язык, получается, нужно смысл всегда переводить. А язык на абсша, даже само слово, он философский язык. Просто так, знаешь, сплетни нет. Особенно это понимаешь, когда читаешь, ну, древние мифы, значит, Ближнего Востока, древняя Греция чуть-чуть, она уже пошла вперед. А вот те, я имею в виду Шумера, Аккада, ту же древнюю Индию, как будто они говорят, вот наши говорят. И, кстати, Ильяда, особенно Ильяда, он тоже чувствует, что там глубокая, ну, потому что она тоже относится, практически, глубже, Житровенская война, когда была она? Три с половиной, почти тысячи лет назад была. Вот, вот это наша культура, понимаете. Хочется, чтобы, еще раз говорю, чтобы кровь проснулась. Кровь должна проснуться, то есть ген должен заработать. Агент зарабатывает или от экстремального такого положения, понимаешь, когда вот Махатману Ганди оскорбили в поезде, он говорит, ах так, и он Индию поднял. Индию поднял, он освободил фактически. А откуда пришло учение непротивления зла? Кунта Хаджи был такой чеченский провидец. И когда они уже, ну, в каждом дворе, 5-6 человек погибало, он говорит, не будем воевать. Непротивление злу. Соглашайтесь на все, говорит. Но в душе, говорит, оставайтесь, говорит, мужчинами. Оружие не поднимайте. Поднимайте только в том случае, если оскорбят вашу мать, сестру, дочь. Все. И вот этот Толстой на Кавказе услышал в переписке, ну, я коротко говорю, в переписке он с ним общался, у них большая переписка, я читал, поэтому говорю. И вот эту идею он воплотил в Индии. Это вы прекрасно знаете. Понимаешь, еще это то, что мы знаем. А таких вещей десятки. Надо работать над своим развитием, понимаешь? Развитием. Программы неправильно составлены некоторые. Ну и так далее. Научиться уважать себя. Все. Я до этого говорил. Ахпаток цара. А это идет только через знания, этикет, обычаи, традиции. Есть хорошая абхазская поговорка, пословица. Шью кабашек уазверя, азот. Сто недостойных, один тянет. Лидер появляется. Вот так, и на него смотришь. Ах, басхоландес, басхоландес. И плохой тогда, ну, просто как пена уходит. Вот что сейчас происходит у нас, это пена. Пена сойдет. Амшина хала, чарыцка, слышал эту такую пословицу? Ну, ну, как это, знаешь? Адзия гост говорит, аншан, шагает, еще пока у нас пока. Вот тут, ты понимаешь, когда начинаешь, исходя из небольшого такого опыта, размышлять, тебе все дано. Просто нужно понимать, что есть у нас. Больше ничего не надо. Итак, по мнению историка Руслана Гошба, надо повернуться к себе, к своим истокам, возродить свой дух. И если заговорит кровь, проявится сердечная любовь, появится великое самосознание. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова